Знаете, к сожалению, в борьбе с коррупцией не поможет, если бороться с ней будут те же коррупционеры. Когда депутатов Государственной Думы обязали декларировать имущество своих жен, по Думе прокатилась волна разводов. Это уже говорит о неизбежной коррупции. По странному стечению обстоятельств, жены наших высших чиновников возглавляют топ самых богатых женщин России. Причем до этого бизнесом они не занимались. То есть понятно, что административный ресурс и чиновничество через своих родственников занималось бизнесом. И коррупционные составляющие в России сегодня, по некоторым оценкам, говорят, подходят к официальному бюджету. То есть вы понимаете, какой объем черных денег ходит в России. Но как ни странно, это является при путинской России минимальным двигателем, чтобы хоть что-то работало. Вы попробуйте сейчас заставить чиновника работать за зарплату и что-то делать. Единственное, что их побуждает сегодня что-то делать, это взятки, откаты и возможность получить через аффилированные структуры какие-то деньги. Потом вот эта вся тема борьбы с коррупцией вызвала обратный результат. Потому что если раньше человек у меня, знакомый, который работал в сфере информационных технологий, носил взятку напрямую министру миллион долларов, то сейчас он носит 7 миллионов из-за того, что 3-4 посредника передают эту взятку. Сейчас министр напрямую не берет. Вот к чему привела борьба с коррупцией. То есть коррупция в коррупции получилась. То есть сегодня 4-5 посредников, чтобы эту взятку донести. И с миллиона до семи она увеличилась. Ну, соответственно, делайте выводы. То есть просто появилось больше посредников. И больше системы это все обойти. То есть это отдельные предприятия, конторы, которые создаются от чиновника. Когда вам говорят, что да, можно все сделать, но обратитесь к ним. У них неповерно завышенные цены, но вот с ними мы работаем, мы их знаем. То есть это та же форма взятки.